На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как правильно понимать заповедь о любви к врагам. Видно, этот вопрос возник после того, как человек прочитал Евангелие от Матфея, 5 главу, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это прямая речь самого Спасителя, которую мы читаем, и действительно возникает вопрос, а как же относиться к врагам? Если понимать под «любите врагов ваших» любовь как, в общем-то, полный рот шоколада, то, конечно, вдруг человек входит в какую-то коллизию. Коллизию именно в том плане, что он должен, в общем-то, всем обижающим, всем ворующим, всем убивающим, всем издевающимся, он должен, в общем-то, поддерживать. Мы можем даже с вами представить такую ситуацию, что в дверь позвонил человек, открывает ваша супруга, вы вместе с ней выходите встречать этого человека, он ударяет ее по щеке, «А вы, вспоминая цитату из Священного Писания, разворачиваете свою жену другой щекой, чтобы он ударил ее и по той другой щеке». Конечно, здесь мы можем с вами дойти до абсурда. И в этом случае мы, конечно, должны понимать эту цитату в контексте всего того, всей той речи, которую Господь обращает к нам, к верующим людям. Мы читаем эту цитату в Нагорной проповеди, которую Господь обращает лично к слушающим его людям. Мы можем представить, что народ собрался, и каждый пришел за своим, каждый пришел лично ко Спасителю, хотя, как мы знаем, тогда собралось очень много людей послушать проповедь Спасителя. Они даже не знали, что это еще их Спаситель, но совершенно какой-то новый Учитель. И придя послушать, каждый хотел с собой что-то унести. Это было личное обращение Спасителя к каждому человеку, там находящемуся, и к каждому человеку, читающему это Священное Писание. Это обращение не к человеку, который находится на выполнении своих каких-либо обязательств. Мы можем здесь вспомнить, допустим, Серафима Саровского. Мы помним, что его избили, как пишет его житие, какие-то бандиты. Это были простые крестьяне, которые жили рядом. Пришли рубить, а можно так сказать, воровать лес монастырский, который был отведен именно монастырю. И Серафим Саровский тогда в этой пустынке охранял этот лес. Он вышел и, естественно, пресек данное, скажем так, преступление этих крестьян. Хотя, может быть, им тоже, в общем-то, нужен был этот лес, эти дрова и тому подобное. На что, в общем-то, со временем пришли разбойники и эти же самые, наверное, крестьяне. И побили этого монаха вплоть до того, что, в общем-то, покалечили. Что же сделал после этого Серафим Саровский, будущий великий святой, для нас с вами пример? На суде он потребовал отпустить этих людей, не наказывать их. Вплоть до того, что если их накажут, то он, в общем-то, уйдет из монастыря. Уйдет из монастыря, а это, в общем-то, был такой нонсенс. Да и потом, к тому времени, он уже был человеком, скажем так, видным, можно так сказать, заслуженным, когда свершился этот суд. Вот над этими преступниками, когда их нашли. И вот здесь мы видим как бы двоякое отношение Серафима Саровского к данному вопросу. Он, с одной стороны, выполняет очень четко возложенные на него обязательства. Может быть, он даже, кстати, с ними не был согласен. Это мы можем подозревать из того, что на суде он требует не наказывать этих бедолаг за то, что они его избили, покалечили. Но когда дело касается его лично, то есть наказание этих бедолаг из-за того, что они покалечили Серафима Саровского, он, в общем-то, требует их отпустить. Вот на этом примере мы можем с вами очень четко понять, как святой выполнял жизнь Евангелие, как, в общем-то, следует нам выполнять Евангелие. Все, что касается нашего общественной жизни, нашего общественного служения, работы и так далее, мы должны с вами выполнять очень четко и прекрасно. То есть, если мы с вами военные, то, естественно, мы должны защищать свою родину. Мы должны выполнять приказы тех главнокомандующих, которые направлены именно на защиту нашего с вами Отечества. Если в личном плане вас в метро оскорбили, наступив на ногу или попросив уступить место, вот здесь мы ни в коем случае не должны давать волю своему гневу, мы должны действительно взять и свой комфорт, урезать, прижать, зажать и проявить крайнюю, в общем-то, любовь. Конечно, в данном вопросе мы должны еще с вами разобраться со словом «любовь». Что это такое? В самом начале мы говорили, что полный рот шоколада. Это не любовь, это любовь к себе. Когда мы балуем своих детей, когда мы их оберегаем от работы, от мытья посуды, от уборки игрушек, от делания уроков и так далее и тому подобное, мы можем долго это, в общем-то, потому что нам легче самим это все сделать по-быстренькому, и с телефончиком на диванчик, в общем-то, устроиться и читать очень благочестивые, замечательные паблики, а может быть, даже и книжки, но все это не будет на пользу, потому что до этого мы совершили акт развращения наших детей. Это совершенно не является любовью. Любовь – это то, что человека приводят в Царствие Небесное. Поэтому вот здесь научить трудиться – это любовь. Помочь, правильно помочь сделать ребенку уроки – это любовь, то есть после которого он уже сам сможет делать, в общем-то, эти домашние задания. Помочь разобраться на столе вместе с ребенком, а не требовать подзатыльниками, чтобы он поддерживал чистоту – это тоже, в общем-то, любовь. И любовь, она всегда направлена на созидание, на какие-то положительные дальнейшие поступки, на приобретение навыков, положительных, добрых, спасительных навыков для Царства Небесного. Вот это и есть любовь. Поэтому любить врагов своих – это не значит, что их надо всячески поощрять в их деянии. Любовь иногда находится и в наказании. Тем более церковнославянское слово «научил меня Господь» переводится как «наказал меня Господь» на церковнославянский язык. Поэтому отношение к врагам, любви к врагам – это изменение другого человека. Что значит изменение? Не заметить его поступок – иногда да. Наоборот, подчеркнуть его поступок и всячески его пресечь – и это тоже иногда да. Поэтому прежде чем начать любить врагов наших, попросим, как говорит апостол Иаков, у Бога мудрости, чтобы Господь даровал нам ее, и мы обильно бы могли ей пользоваться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok